Вечера в Москве микрофона Камиль Фаткулин, в прямом эфире Эдуард Лимонов, сразу же пытайтесь его сбить, пожалуйста, спорьте, спорьте, ругайте, пишите смс, плюс семь девять два пять, сто одиннадцать семь и ноль. Не слушайте этого парня. Слушайте меня все. Я вас поздравляю. С чем? У нас закончилась война, перемирие объявлено, разоружаются обе страны, на юго-востоке Украины, вот просто с момента вашего последнего эфира жизнь резко наладилась. Ложь, трындёж и провокация. Ну подписали же там что-то. Ну и что подписали? Уже один раз подписали, теперь подписали практически то же самое, только пунктов, по-моему, стало из десяти тринадцать. И страниц больше, да. Ну знаете, начать, серьёзно говоря, начать надо было бы с того, чтобы господин Порошенко и вся его киевская команда перестала величать, значит, восставшие республики террористами, поскольку это никак не соответствует действительности раз, да. И надо просто было настаивать, если уж в Европа туда вмешалась эти орудия крупного калибра, Меркель, Алланд, надо было настоять на том, чтобы встреча была Донецких республик и Порошенко с глазу на глаз, со всем остальным там делать нечего. Остальные могут в куварах влиять, безусловно, и так влияют. Но надо было посадить их за вот такой сто метров три расстояния между ними. Чтобы не доплюнули, да. Да, чтобы не доплюнет, но просто, чтобы не могли дотянуться, и пускай бы решали всё. А так, это всё липо и, как бы, такой вот потёмкинская деревня. Но в этой потёмкинской деревне столько участников закопоставлено. Меркель, Алланд, Путин, Порошенко. Слушайте, это всё живые люди, часто не совсем уж умные. Вы прямо себе представляете, руководители государств прям такие семипяди во лбу, да ничего подобного. Да нет, нет. Я полагаю, что Меркель, наверное, на самом деле, значит, невзирая на то, что у неё, конечно, есть общий интерес и у Меркеля, и у Алланда. Вы знаете, почему они прибыли так спешно изначально к Путину, а потом стали обо всём об этом договариваться? Это следствие американского намерения снабдить Украину летальным оружием. Они поняли, конечно, нет, но они же Соединённые Штаты сказали, что они снабдят, Конгресс проголосовал, решили, да, что они согласны снабдить Америку летальным оружием. И это что бы означало? Это означало бы, что в Центральную Европу на границе с Польшей, Украина граничит с Польшей, Венгрией, Чехослобакией и Румынией, и туда бы появилось, там бы появилось летальное оружие. И началась бы такая Сирия. И это, конечно, страшно стало и Алланду, и Меркель. Только поэтому они появились вот у Путина. Но не до этого в Киеве были. Ну, правильно, ну, конечно, до этого, не до этого, неважно. Они просто озаботились и решили что-то предпринять, пока малахольный дядя Сэм не натворил очередную вот болотистую кровавую жижу. Они же умеют это делать. В Ираке они всё смешали с дерьмом и с кровью и бросили, да. То же самое они сейчас в Афганистане готовятся бросить. В Сирии они это делают. Поэтому всё-таки более или менее здравые головы Меркеля и Алланда, здравые, я имею в виду, себе на уме, они всполошились. Это только вот такая причина. Потому что война... Погодите. Война в Донбассе идёт уже почти год. Что-то они раньше ограничивались там какими-то заявлениями, а тут подняли свои задницы, извините, грубо, но точно. Они, конечно, прилетели к Путину, потом 17 часов в день без сна и отдыха в Минске договаривались. На самом деле, конечно, они, может быть, не совсем понимают, что это не принесёт результата. Мне кажется, они свято верят в то, что Путин полностью, тотально, стопроцентно влияет на... Руководство, да, на всех, на руководство Донецкой и Луганской республик. Он влияет, никто не отрицает. Но есть вещи, которыми не могут поступиться ополченцы и эти республики народные, поскольку это их существование затронут. Они не могут сдать, например, оружие. Фактически, чего хочет Порошенко, в конце концов, за всеми этими мирными соглашениями, он думает, что они сдадут оружие. Этому не бывать. И поэтому никакого мира можно хоть каждые через двое суток заключать эти перемирия, подписывать бумаги, а толку не будет. Не будет, пока Киев не поймёт, что это настоящее народное восстание колонии, русской колонии Украины, которая восстала против Украины. Не хотят жить. Так они не готовы понять это, не признают никогда. Нет, ну ничего, готовы. Будут ещё большие потери, будут проблемы, если будет экспансия дальше на запад, с Донецкой области и с Луганской. Всё поймут. Несчастье научат. В долине Днепра пойдут. Ну и пойдут. На самом деле, при определённом расположении звёзд есть шанс победить. Мне сегодня понравилось у Анатолия Вассермана, он объяснил нам также в прямом эфире, здесь сидел, он объяснил, почему Россия заинтересована в единстве Украины. Я прям челюсть распахнулась. Я знаю, что такое Анатолий Вассермана. Я знаю, была какая-то прививка Вассермана или что-то. Реакция была Вассермана, да, Анатолий Александрович, телеведущий, полицейский, политический консультант. Ну вы сейчас не по личности, вы сейчас по смыслу. Да, я никого не трогаю, я просто искренне и наивно спрашиваю, кто такой. Теперь вы в курсе, очень уважаемый человек. Так вот, он объяснил, что России, как никому другому, нужна единая Украина, потому что пока вот там большинство русское, и пока... Нет, ну это все дреснит, извините. Да вы что? Мне понравилось. Ну вам понравилось, я говорю, далеко от реальности. Ну просто если поделиться... Мне нравится, что люди рассуждают об этом, понятия не имею, что там такое. Я хотя бы там жил, прожил 23 года. Он тоже, когда я сродился там. И сейчас поддерживаю все отношения. И вот в декабре был Луганский. Я хотя бы знаю, о чем я говорю. И почти каждый день встречаю либо добровольцам, либо оболченцам, едущих либо оттуда в отпуск кратковременный, либо туда после отпуска. Я вижу массу людей, имею полное реальное представление, что там происходит. Я не все могу говорить, и не надо этого делать. И не надо это делать. А как вы пересекаете границ? Там есть, существуют границы российские? Я пересек совершенно нормально российскую границу. А когда мы въехали на Луганскую территорию, то меня там встречали вооруженные люди. И буквально, что называется, добро пожаловать. Хлеб, соль не выносили, но... Просто у вас, получается, штамп в паспорте о выезде есть? Там никакой штамп, никто не ставит. Нету такого. То есть вы никуда уехали, потом из никуда вернулись? Из автомобиля. Там сидит российские пограничники сидят. Вы... Мне попалась миловидная женщина, которая меня спросила с удивлением, сколько мне лет. А я... Я тоже когда первый раз... Да, я ей сказала, она что-то под соколой языком протянула мне паспорт. Да, цель спросили. Я сказал, навестить товарищей. И годится такая цель. Да, боевых, да. Так мы не заинтересованы таким образом в единой неделимой Украине. Россия не заинтересована? Ну, это демагогия все. Что значит, мы заинтересованы? Мы были заинтересованы в Крыме, мы получили Крым. Мы заинтересованы в том, чтобы исконно российские области, прожившие рядом, вместе с Россией, в одном темпе 300 лет. Вот это вот Донбасс, да, или там Одесса, основанная, естественно. Мы все это отвоевывали. Или Николаевская область, или Херсонская. Мы заинтересованы, чтобы эти области принадлежали, если не нам принадлежали, то хотя бы были независимы от Украины. Сегодняшнее государство Украины не вызывает не то что доверия. Мы уже убедились, сколько кровища они пролили ради желания удержать вот эти, я их называю, российские колонии Украины. Это Донецкая область, Луганская область, это вот все эти области, которые я уже перечислил, еще и Харьков. Просто вы называете Новороссия, вас, Роман, тоже называют Новороссия, а мы... Я... Сегодня... Мы говорим Юго-Восток Украины. Видите, я ни разу... Сегодня еще не было, да... Я еще не сказал Новороссия, да, это называют так ее и правильно называют. Но одновременно я это называю российские колонии Украины. Что, собственно, и так и есть. Есть польские колонии Украины, вот территории, которые там, в том числе и Львов. А украинские колонии Украины не там? Которые я привожу как пример, как пример-то, такой, вы знаете, двусмысленности, беспринципности украинских властей. Они же не говорят никому, что Львов достался Украине в 1939 году. СССР он достался. По пакту Молотова-Риббентропа. Хотя бы, ну, вы же, как бы, ну, как бы... Грамотные люди. Постеснялись бы, да, постеснялись бы. И там есть колонии, и румынские территории. Колонии Украины. А сама Украина, конечно, существует. Ее там, по-моему, девять областей центральных. Она имеет право на существование. И я думаю, что именно в таком качестве, в истории будущего она и останется. В студии Эдуард Лимонов. Все-таки это перемирие отличается от предыдущего перемирия? Хоть что-то стало лучше или стало хуже? Давайте не будем играть в это в оптимистов и пессимистов. На сегодняшний день споткнулись на том же этапе. Вывод тяжелого вооружения не наблюдается. И в предыдущем перемирии, подписанном 5 сентября, споткнулись на том же этапе. Отвода тяжелого вооружения не произошло. Если даже встать на точку зрения, что в целом пишут, очень трогательно пишут дипломаты всех стран, и СМИ пишут, в целом перемирие соблюдается. Это за счет чего измеряют вот это в целом? Это что? Количество жертв. Насколько я понимаю, таких ожесточенных боев, вот как сейчас идут в Дебальцево, по-моему, только под Иловайском были. Вот помните другой котел, где просто все летало вокруг воздуха. Не только одно, только горячее железо летало. И поэтому как в целом? Если вот такое существует, то как можно говорить в целом? Это говорят те, кто выдает желаемое за действительное. Все у нас пацифисты хотят мира. Хотя не понимая того, что лучше, чтобы была небольшая война, и не было бы большой. Вот это вот наиболее предпочтительно. Просто небольшая тоже как-то затягивается. Нет, ну, что вы затягиваете? Вы куда торопитесь? Народы никуда не торопятся. Они делают свои дела медленно. Вот так. Это ужасно. Что вам ужасно? Вы что хотите из сплошного мира? Конечно, конечно. Торжества холестерола, торжества... Блинчики печь, знаете, масленицы. Представляете, как было бы здорово, если бы сейчас не было войны. Мы бы с вами про блинчики. Не вышучивайте, не вульгаризируйте, пожалуйста, про происходящее. Война, это все очень трагично. Но бывают моменты, когда война просто неизбежна. И поэтому все стенания потом нужно оставить и мужественно смотреть на ситуацию. Трезво-холодно. Чего нужно добиться? Я думаю, что Владимиру Владимировичу Путину следовало бы от имени всех нас, поскольку он у нас руководитель государства, так или иначе, настаивать на том, чтобы Украина оставила Донецкую область и Луганскую область. Поскольку там народное восстание и пассионарная часть этих, значит, живущих населения этих территорий хочет, чтобы Украина ушла, убралась своя, села бы на свои танки и поперла бы в направлении Киева. Вот единственное условие прекращения войны, и война бы остановилась тотчас. И вы бы, все, кто против войны, и те, кто за, все бы счастливо успокоились на некоторое время. По поводу пассионарных личностей сейчас почему-то вспомнились Гиркин, Губарев, за которыми... А чем они вам не нравятся? Ну, чем они вам не нравятся? Вы считаете, что они хуже вас? Вы считаете, что они недостаточно талантливы? И без оценки, и без оценки просто... Нет, вот я говорю не в вашем лице, я вижу возражающего мне, например, слушателя. Поэтому я и говорю, вы думаете, они хуже вас? Просто Губарева стало сейчас меньше, а Гиркин делает заявление тоже... Ну, не надо его Гиркин слаживать, вы был из тех людей, которые любят говорить Белов, Поткин, да, не надо. Это сразу уже как-то вы... Я просто смски читаю, и, соответственно, я не сразу переключился на Стрелкова. Ну, не все у нас умны. Стрелков, выдающийся начальник, я не совсем... Так, а по цене его заявления? А что его заявления? Вот заявление, он вообще-то, наверное, пришел в этот мир не для того, чтобы делать заявление, у меня такое понимание. Но воевал он отлично и делал вещи чудесные совершенно, невероятные. Сомнений не вызывает вас больше. У меня, я... Люди, которые вот что-то умеют, например, умеют воевать, они вызывают у меня уважение. А чем вам не нравится этот первый донецкий губернатор? Просто когда он появился, это был вот герой-лидер с плаката. Ну, правильно, потом он сидел в плену. Пока он сидел в плену, на передний план вышли другие герои. Так всегда бывает, так бывает. Ну, тоже норма войны, судя по всему. Это, да, это восстание народное, восстание так происходит. Пробегу по СМС сообщениям быстро. Люди пишут, думают, что дело не в летальном оружии США, сколько в присутствии натовских военных. В Дебальцеве пишет 65-й. Это вот люди, люди, вы видели этих натовских военных? Я верю, что они там есть. Но вы вот говорите такие презумпции, а я говорю вещи точные и четкие. Как только Соединенные Штаты заявили о том, что они готовы дать летальное оружие, правильно всполошились немцы-французы, потому что они понимают, что будет кровавая жижа в центре Европы. Американцам что? Они всегда сидятся у себя на континенте, и они не особо заботятся о последствиях. Им главное свою гегемонию подтвердить. Ну, свои стратегии, да. Подтвердить все, чего они добиваются на Украине, это еще раз подтвердить свою гегемонию, заставить прогнуться Россию. Вам что, непонятно, что государства себя ведут точно так же, как ведут всякое хулиганье на улице, психология та же. Соседи на даче иногда так же. Порошенко, летальный президент, комментирует 48-й. Нужно очень много украбандеровских трупов, тогда будет мир в Новороссии, 64-й кровожадный. 39-й ругает, что вы не знаете Васармана. Я не знаю Васармана. Пишите еще сообщение. Это пробел в моем воспитании. Зайдите к нам вечером на сайт РусНовости, почитайте. Я многих не знаю. Будьте очень довольны. Я не стремлюсь, знаете, все знать. И Максим пишет через сайт РусНовости, в переговорах должны участвовать хотя бы две стороны. Россия не сторона конфликта, Франция и Германия тем более не стороны конфликта. С кем вел переговоры Порошенко? Я же и сказал вам, что необходимо две стороны. Я сказал, давайте разделим их. Видимо, наш слушатель подключился позднее. Может быть. Я сказал, что должны быть представители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. И, с другой стороны, Порошенко. Если ему было бы сиротливо, он мог бы взять с собой своего самотошного друга Яценюка, премьер-министра. Тоже допускается. Торчинов тоже годится. Но вы заметьте, как хитро до сих пор Украина подсовывала Кучму какого-то. Ну, Кучма, бывший президент. И что? Ну, ничего. У него, как потом оказалось, даже не было никакой бумаги, полномочий у него не было проводить это. И смотрите, и наша опытная Россия прошляпила это на первых переговорах. А, во-вторых, мы сказали, что мы считаем его представителем пресс-службы Кремля. Так это очень плохо, лопухи. А потом будут удивляться, а что это? Потом никто не обращает внимания, что, между прочим, на первых переговорах был подписан всего-навсего меморандум, а не договор. А на дипломатическом языке меморандум ни черта не значит. Под нем даже подписи не необходимо ставить. Там был протокол по итогам консультации и меморандум об исполнении положения протокола. Вот, так меморандум надо, а нужен договор и протокол. А сейчас комплекс мер по выполнению Минских соглашений и декларацию президента России, Украины, Франции. Это они могут сколько угодно декларировать. Они действительно не стороны конфликта. Де-факто это так. Порошенко отменил аккредитацию российских журналистов во всех органах власти украинских. Прямо сегодня тоже с пометкой срочно приходило. Наш МИД тут же прореагировал, что это нарушает нормы международного права. Нормы нарушаются все время. Для нас так важно. И, знаете, присутствие российских журналистов, по-моему, уже не имеет значения для Украины. Поскольку все, вы знаете, там же отключены наши телеканалы. Там не выходят российские газеты и прочее, и прочее. Не знаю, блокировали ли они интернет и до какой степени. Но там господствует одна точка зрения на Украине. И пропагандистская, представляющая Украину как жертву российской, кстати говоря, агрессии. И она так или иначе распространяется. Единственная там вот такая точка зрения. Ничего другого там не декларируется. У нас СНН в Россию возвращается, хочет вернуться. Подал заявку в Роскомнадзор. Сейчас у ведомства есть месяц на размышления. Мы должны допустить на нашу территорию трансляцию СНН? Я не смотрел СНН все время, но так как это американская затея, я бы не пустил их. Фактически Соединенные Штаты поставляют нам постоянно палки в колеса. И палки эти все больше и более наворочены. Но просто тогда это будет камень в наш огород. Это оружие. Наплевать нам уже сколько камней бросили. Пусть бросают камни. Типа мы демократию нарушаем, права, свободы. Да слушайте, уже давно на это никто не считается. Они сами нарушили свою демократию. А если мы будем выше этого и разрешим? Соединенные Штаты за века совершили, например, в одну Латинскую Америку свыше 500 интервенций. Они об этом простодушно не помнят или стараются забыть. Какая демократия? О чем вы говорите? Это демократия для племен Новой Гвинеи. Вот нам это суют. Это настоящий обман такой. Неискушенного. До сих пор еще недостаточно искушенного российского гражданина. Хотя уже, конечно, в сравнении с 90-ми годами мы очень развелись. Политическая сознательность, знания политики увеличились. Надо еще увеличивать и увеличивать. Без вопросов с Эдуардом Лимоновым. 8 часов 34 минуты в Москве. Это прямой эфир. У вас есть возможность также подключиться к нему. Пишите сообщения. Желательно, конечно, с вопросами или с критикой. Эдуард Лимонов готов с этой критикой столкнуться. Хотя пока критики не получаются. Ну, это нечестно, знаете. Я же не могу кого-то критиковать. А меня каждый, кому не лень, может... Никакой демократии американской вы здесь не дождетесь. А мне не демократия, а реальные равные возможности. Никаких возможностей. Все только нападение. Дмитрий пишет, хватит смотреть в Рот Западу и думать, что она скажет. И подумают там, вести войска, остановить мракобесие. Согласен, согласен. Давно не надо смотреть в Рот Западу. Татьяна спрашивает по поводу ополченцев ДНР и ЛНР. Нужно ли им начать наступление на Киев, чтобы получить независимость? Знаете, я все-таки думаю, что огромная Украина с практически неисчерпаемой на данный момент людскими резервами, все-таки там 40 с лишним миллионов, не может с ними тягаться, не могут Донецкие республики, откуда часть населения просто сбежала, в том числе и здоровые молодые люди. Я думаю, это одна из ошибок республик. Надо было объявить мобилизацию немедленно после референдума. Помните, когда это произошло еще весной прошлой? И поэтому на Киев желательно, но, мне кажется... Нечем. ...селенок нет. Не нечем, но... Не с кем. Не, а я думаю, знаете, еще в войне бывают такие переломы, когда начинают гнать, и даже небольшая группировка может победить огромную армию. Будем надеяться. Если бы Порошенко за все свое президентство сказал бы одну здравую мысль, пишет нам Сергей, тогда с ним можно было бы о чем-то договориться. На данный момент он заокеанский громкоговоритель. Трудно с этим спорить. Ну, слушайте, конечно, он заокеанский громкоговоритель, но кроме этого он таким образом и свои интересы пропихивает. А интересы Украины, как и любого другого государства, казаться сильными и заставлять, вот видите, заставляют, Соединенные Штаты заставляют там Ирак. А Украина пытается заставить Донбасс жить по своим стандартам и принадлежать к Украине. Люди не хотят, ну понятно, столько уже крови всего пролито, что ясно, что не хотят. Другой Дмитрий пишет. Не пора ли забрать долги? Может, хватит кормить экономику Украины? И вот сегодня как раз новость пришла про МВФ. Там же и наши деньги тоже есть, российские. Я вообще тоже, как и наши слушатели, я не совсем понимаю, почему, например, мы должны поставлять им то газ, то уголь, то... Электричество. Да, 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 даже если за деньги. Ну, извините, все-таки нельзя же все деньгами измерять так. Понимаете, на одной чаше весов там все-таки людские жизни. Сколько можно плакать о том, что люди гибнут, и в то же время поставлять туда и газ, и уголь, и электроэнергию. Надо как-то... Ну, все ясно, у нас нет объявленной войны, но все знают, что это тоже, в общем, какое-то небольшое коварство, даже и с нашей стороны. Так не пора ли прекратить коварство и стать более честными, более уверенными и сильными? Ну, око за око, это то, что лишит весь мир зрения. Тоже, наверное, нужно думать, прежде чем делать... Это высокие слова, которые вас где-то в школе научили. Нет, знаете, открытки такие бывают в интернете. Да, 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 вот. Это у вас был, наверное, женщина, вы учитель истории, она вас этому научила. СНН возвращается вместе с Карлсом, который улетел, но обещал вернуться. Это еще один Дмитрий к нам присоединился. Про СНН еще комментирует 49-й. Помните, как этот канал дезинформировал? Не надо, не надо американцев пускать. Вот я, наконец, принял окончательное решение, поразмышляв. Вы меня спросили. Я говорю, не надо их к нам пускать, мы не верим им. Знаете, первые появились сообщения о жертвах, насколько я помню, в прошлом году, о жертвах мирных жителях Донбасса на СНН где-то чуть ли не к осени. Это что? Это что, правдивая информация? Проверяли столько времени, да, с апреля по осенью. Письма писали. Нет, да нет, ну они пристрастны. Зачем нам взгляд наших противников, чтобы та часть нашего... Чтобы быть выше, чтобы быть выше. Нет, та часть нашего населения, которая не совсем созрела, небольшая часть, я надеюсь, она может клюнуть на это и себе картину мира представлять именно такой, как ее СНН представлять. Не надо. Не будем полагаться на Господа. Справедливый вопрос от 41-го. Про то, что ополченцы отпускают украинских военнопленных. Нужно их взять, например, пусть отстраивают разбитое. Как считаете? Пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну, частично мы видели, я видел и по Live News, и по другим каналам России 24, как украинские военнопленные этим занимались, разбирали там разрушенные дома и прочее, прочее. Частично это, наверное, делается. Ну, представьте себе, республики в войне, и тут еще возиться с пленными, надзирать их, водить, кормить, потом, представьте себе, постоянные обстрелы. Это, наверное, более присуще каким-то, вот как Россия была в Великую Отечественную войну, обширный тыл, большие территории, куда можно отвезти. Здесь, мне кажется, такая организация проблематичная. Чисто из организационных моментов. Марита Львам из Санкт-Петербурга шлет большой привет. И давайте к другим попробуем новостям, хотя на Украину смотрите, вот все красное, все на эту тему. Ну, людей только это интересует, как вы думаете? Ну, жить же тоже нужно, Эдвард Вениаминович. А что вы представляете жить? Вы хотите вытеснить вот эти все мысли о войне? Нет, это не удастся. Притом, вы должны понимать, что мы живем в историческую эпоху, когда меняется, как мы видим, старая карта Европы меняется. Помните, у Мандельштама были стихи, это Европа, Цезарь, ну, не так важно, там есть строки, что меняя и на глазах моих, меняется твоя таинственная карта. Вот это было, знаете, когда это была эпоха первой мировой войны. Не переставала меняться. А теперь прошло сто лет, и ну как, ну она менялась, но не так значительно, и не рядом с нами. Ну, не то, что не рядом с нами, это был вопрос, да. Важно очень, что рядом с нами. Это, например, моя земля. Я там провел свое детство и юность. И я, для меня это, знаете, там каждый овраг знаком. Если не в Донецкой области, то по соседству. Там где-то... В реку Северский Донец, я знаю, я там купался, ходил в походы по пацанам. Чуть выше по течению. Где-то там рядом Владимир Путин, он в Венгрии находится. Это первый с июня прошлого года визит российского лидера в страну Европейского Союза. Это вот на фоне того, что... Я бы на месте Владимира Владимировича сейчас бы с Урбаном постарался договориться о том, чтобы они предъявили Венгрию, пусть предъявят права на свою территорию. Но он не заговорит об этом. Ну, не договориться, но можно хотя бы об этом сказать. Знаете, когда ничего не надо подмигивать, надо сказать четко и сказать, мы были бы, наша дипломатия была бы очень вам благодарна, если бы вы предъявили права на свою территорию, которая сейчас оккупирована Украиной. Это, по-моему, Ужгород там и все такое. Это довольно большой кусок территории. А потом я бы с таким же визитом... В Австрию, Сабаду, забрали Венгрию. И сказал бы, вы, слушайте, Бессарабия и Буковина, вообще-то, помните, у вашего короля Кароля Первого отобрала советская власть. Так советской власти нет. Не пора ли вам забрать вашу территорию? Украине... И Польша тоже может что-то там... И Польша. У Польши огромные куски. И эти, если бы был подан сигнал от России... Это не серьезно. Это серьезно. Это очень серьезно. Это серьезно. Это миллионы людей. Чего вы? А что серьезно? Это просто, знаете... А что серьезно? Это как логика наших депутатов, которые... Это не логика ваших депутатов. Я человек на 8 потолков выше ваших депутатов. Это не я один говорю. Поэтому я вам говорю, это нормально. Всегда в политике так и делалось. Если вы озвучили что-то, это начинает жить своей жизнью. Это очень здорово. Озвучить и сказать. Но это из ряда. Нет, и при удобном случае уже и Урбан, и кто там руководитель Румынии, и кто-то еще подумает. Думает, что мы хуже всех, что ли? Смотрите, ведь там же много живет. Там же наше. Там огромное количество венгров живет. Но там еще переговоры продолжаются. Это и есть политика. Вы говорите несерьезно. Это и есть политика. Может быть, будут сенсации. А создать идею, подбросить эту идею. А люди будут думать потом. Но это не Владимир Путин должен сделать. Это кто-то там... Не, я думаю, что Владимир Владимирович с глазу на глаз. Почему Жириновский? Да потому что ему все позволено. А потому что Жириновского всерьез никто не принимает. Он бы сказал Нурупа. Знаете, берете Мегапоми. Это вы берете Жириновского. Тогда и Геннадий Андреевич. Геннадий Андреевич тоже старая калоша. Ну что же вы так. Мы с большим уважением ко всем нашим гостям относятся. Геннадий Андреевич погубил российское коммунистическое движение. А вы к нему с уважением относитесь. Он лежит как динозавр. Ну, ваш папа, ну, может быть, не за кого больше. Он просто за коммунистом. Папа старенький. Ему можно. Он бы за вас проголосовал, если бы можно было. Ну, меня. Требуйте власти. Лимонова на выборы. У вас все в голове давно сложилось. Вы сами все себе организуете, добьетесь и так далее. Если доживу, все-таки есть пределы человеческой жизни. Вы знаете, берегите себя. Берегите себя, пожалуйста. Я берегу себя. Вы меня берегите, товарищи. Не за всех сил, вы же знаете. Пришло время прочитать заголовки очередные, да, и через две минуты, и, наверное, два звонка в прямой эфир все-таки примем. Уважаемая аудитория. Без вопросов. Студия Эдуард Лимонов. Пожалуйста, надевайте наушники. Два звонка. Желательно с критикой, пожалуйста. Я очень прошу вас. Ну, вот это же излишне подсказывать. Добрый вечер, представьтесь. Негатив подсказывать излишне. Представьтесь, пожалуйста. Леонид, меня зовут, Москва. Леонид. Я не хотел бы негатив, я хорошо относился. Спасибо, спасибо. Ну, вот. Поэтому я вот хотел такой вот вопрос. Ваш, в кавычках, дружок, вот этот, Андрюша, певец, вот он опять песню там сочинил не очень приятные. А еще там Гозман один, вот он тоже написал про то, что там надо оружие там прислать и все. Я вот не могу понять, а вот они так спокойно, ну, так сказать, в нашей стране вот это все делают. Наверное, просто из-за того, что всем безразлично, что они это говорят. Я знаю, что вот у вас ребята, они всегда такие, отличались такой дерзостью, они там приковывали себя к наручникам. А может, вам тоже как совет, вот, может быть, ваши ребята так поплотнее бы с этими ребятами, пообщались, может быть. Леонид, объясните, а вам самому эти заявления, эти выступления, они вас задевают, затрагивают, интересуют? Конечно, меня задевают, потому что мне вообще кажется, что, ну, допустим, ну, та же самая Украина, да, там просто человеку, там журналисту нельзя находиться, у которого там мысли не те, которые они предлагают. А здесь просто вот враг, враждебное такое все. И мне кажется, просто из-за того, что они спокойно вот на себя чувствуют в этой обстановке. Чувствуют безнаказанность. Леонид, спасибо большое, хорошего вечера вам. Да, я бы я все понял, да. Ну, вы знаете, партия сейчас в основном в Донецке и в Луганске. Партия воюет. Вот погиб у нас еще один парень. Женя Павленко. Я 21-го буду в Питере и на похороны пойду. Привезли его тело. И поэтому нам, конечно, как-то бегать за Макаревичами третье дело по счету. Мне кажется, что по старой памяти власть, поскольку она остается до сих пор либеральной в экономической сфере, по меньшей мере, скажем, во внешней политике она уже перестала быть либеральной и стала, конечно, патриотической. И, слава богу, становится империалистической, кажется, то вот эти либеральные все старые знакомства, возможно, Владимиру Владимировичу жалко их как-то репрессировать всю эту публику и вводить какие-то серьезные законы. Я вообще считаю, что в любом случае, вот честно, положа руку на сердце, Россия все-таки, она с всем сердцем в этой войне. Поэтому надо затыкать рты людям, которые позволяют себе вот такой сволочизм выступать против. Это война. Это уже не просто политическая полемика. Понимаете? Это полемика политическая была хороша, когда не гибли люди. А когда гибнут люди, это оскорбление их памяти. Вот сотни людей, тысячи погибли. И оскорбление памяти надо приостанавливать. Просто вашим ребятам некогда... Не надо сажать, но надо посылать. Я сказал, мои ребята воюют. Вашим ребятам некогда Владимиру Путину не с руки. Может быть, жалко, да, как-то тогда... Ну, поэтому это дело повисло в воздухе. Я не знаю, я же не власть. Если бы я был в власть, я ввел бы определенный жесткий закон и не стал бы, наверное, сажать людей. Но я бы, например, лишал российского гражданства, в общем, какое-то количество людей. Это наказание. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Андрей, Санкт-Петербург. Андрей. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос к гостю. Вот не возникает все-таки ощущение, что подписать Минские соглашения старые, мы вот пытаемся как-то сдать, наверное, все-таки Донбасс. И учитывая то, что вот есть такое мнение, что наших олигархов очень сильно беспокоят санкции, они хотя бы не средствами от них избавятся, потому что они не могут держать свои деньги в зарубежных банках. Получать кредиты, да. Да, да, где-нибудь домик во Франции не могут иметь. Вот. И таким образом они хотят от Донбасса избавиться. Андрей, спасибо, принимается. Понял ваш вопрос. Знаете, меня вот беспокоят какие-то вещи, которые других не беспокоят. Я вот заметил, что украинские военные были допущены на территорию Ростовской области, где они проверяли воинские части. Это же ни к черту не годится. А сейчас туда же едут турецкие военные. Проверьте, это так и есть. И я, на мой взгляд, это, конечно, неслыханное дело. Понимаете, с украинцами мы фактически находимся... Ну, это особый случай, но все равно состояние войны. Киев сейчас поездил по нашим частям, да. Может быть, даже нафотографировали. Ничего якобы официально. Они не нашли никаких нарушений там функционирования этих воинских частей. Но сам факт, вы себе представьте вот такое вот, перенесите это в прежние времена, например, во Вторую мировую войну. Никуда не годится. Здесь еще какой-то идиотизм небольшой присутствует. Элемент такого и наивного идиотизма. Зачем их пускать? Кому мы что доказываем? Одновременно у нас вот эта Светлана Давыдова из Вязьмы, да, за то, что она там позвонила, идиотка, конечно, идиотка, позвонила в посольство, но за идиотизм тоже нужно наказывать ее, судить, конечно, нужно. И она позвонила в посольство украинское, сообщила номер воинской части и сказала, что, по ее мнению, часть передислоцирована. Так-то против нее возбудили уголовное дело. А против того, кто пустил украинских военных в ростовские военные гарнизоны, почему-то даже делали, как это, как это, так, это, значит, один, один аспект проблемы. А второй, я вот недавно по случаю, я общаюсь там с разными людьми, у меня так друзей особо нет, но судьба забрасывает меня. Я как-то тут с небольшим расстоянием с двумя бизнесменами довольно крупными разговаривал, ну, по всяким там причинам. То есть, я тут начинаю оправдываться, что я вот с бизнесменами разговариваю, но бывает так. И, понимаете, они очень опечалены, да. Один мне говорит, мне пришлось сократить там вот количество служащих в моей фирме. Я там купил, было столько-то тысяч, а сейчас вот у меня осталось 1100, а я вот должен буду уволить еще 500. И я далек от мысли, что приписывать этому человеку какие-то человеколюбивые. Нет, речь идет о деньгах, о его богатствах, о том, что нужно брать кредиты, да, на Западе уже сейчас невозможно, там кредиты были дешевые. Вот такие. А другой сказал, ноги моей больше не будет в России, израильский бизнесмен. Я говорю, ты же хвалил там Путина и вообще все. А он говорит, нет, это несчастная, жалкая страна. Я говорю, как ты можешь такие вещи говорить? Вы ему глаз не дали? Прекрасно делал, это уж мое дело, прекрасно делал здесь бизнес. Я говорю, что ты, вот, вы правильно определили, что да, действительно, они терпят убытки и давят, конечно, давят на руководство страной. Однако, значит, история очень не так проста. И даже если захочет высшая наша власть, высшее руководство слить, как вы говорите, Донбасс, вы не можете слить там сколько там, по-моему, 72 тысячи вооруженных людей. Это невозможно, понимаете? Это невозможно. Можно влиять на них, заставлять их там что-то подписывать. Ну, куда вы их сольете? Украина что? Вы думаете, кто не что, в плен сдадутся? Или Украина будет, ей поверят, и кто-то будет сдаваться в плен? Это будет жуткая резня. Резни такой никто не допустит, это понятно. Поэтому никакого полного слитья нет. Но будет, наверное, частично. Возможно, не захотят дальше помогать Донбассам, Донецким республикам расширяться до границ. Сторону Днепра, да? Речь идет до границ Донецкой области бывшей и Луганской, которой вышеназванные республики являются правоприемниками. Вот это, то есть, по-моему, из первого перемирия была такая цель ограничить территорию вот тем, что уже находится у ополченцев, уже находится у этих восставших республик, а это чуть меньше, чуть больше одной трети. Это мало. А в пределах Донецкой области жители, они хотят, чтобы ДНР и ЛНР расширились? А жители сбежали в основном, вы знаете. Здоровые бугаи сбежали, опять повторюсь, это очень плохо. Помните книгу Артега и Гасс, это восстание масс, где говорилось о том, что в 20-е годы... А у нас сейчас не восстание масс, а бегство масс наблюдается. И то же самое, кстати говоря, будет и в России, не дай бог, что большинство куда-нибудь попытается убежать. Где есть недвижимость. Нет, ну почему, да нет, даже те, у кого будут две сумки, попытаются убежать, и вот мы видели этих здоровых парней из Украины. Но, хочу закончить в двух словах, тем самым они отказались от своего права на Донецк, своего права голоса за участие в судьбе ДНР и ЛНР. Убежали, до свидания, дезертиры.